Работа этой чешской художницы хранится в центре Жоржа Помпиду в Париже, где чешское искусство представлено не таким уж большим количеством авторов. Сегодня рассказываем вам биографию Адриэна Шимотовой, выдающейся чешской художницы и графика. Родилась Шимотова 6 августа 1926 года в Праге. Семья принадлежала к среднему классу. Отец был чиновником, а мать, хоть и окончила колледж декоративно-прикладного искусства, всю жизнь была домохозяйкой. Большое влияние на творчество Шимотовой оказала Вторая мировая война, на которую пришлась юность художницы. Впоследствии она вспоминала, как боялась бомбардировок и воздушных налетов, но при этом даже во время воздушной тревоги не могла отойти от мольберта и продолжала рисовать. Несмотря на тягу к рисованию, какое-то время Шимотова всерьез задумывалась о карьере пианистки. Она в равной в мире любила живопись и музыку. На ее выбор повлияла мать, сказав, что живописью заниматься выгоднее, так как можно найти работу и при меньшем таланте. С 1942 по 1945 годы Шимотова училась в колледже графического искусства, где по ее признанию узнала все о цвете. А с 1945 по 1950 годы была студенткой высшей школы декоративно-прикладного искусства. Ее наставником был художник и график Йозеф Каплицкий, учебу которого она продолжила в аспирантуре. А в 1958 году вместе с Каплицким Шимотова работала над рельефом для Экспо в Брюсселе. В 1953 году Шимотова вышла замуж за художника Иржиона, который также был студентом Каплицкого. Вместе с мужем они входили в художественную группу UB-12, существовавшую с середины 50-х лет 20 века до 1970 года, когда ее запретили власти. В 1972 году Иржион умер после тяжелой болезни, и его уход сильно повлиял на творчество Шимотовой. Это отобразилось в цветовой палитре художницы. Второе трагическое событие в жизни Шимотовой – смерть сына в 1994 году, и оно также отразилось в ее работах. В творчестве Адриэна Шимотовой различают несколько периодов. Начинала она с пейзажной живописи, потом со вступлением в UB-12 перешла к фигуративной живописи, и позднее после смерти Йона она посвятила себя нефигуративному искусству, найдя свой оригинальный стиль в сжатии, перфорации и наслоении бумаги. В центре интересов Шимотовой всегда был внутренний мир человека, который она старалась изобразить в своих работах. Как уже было упомянуто, работы Шимотовой хранятся в центре Помпиду, а также в Национальной галерее в Праге, в галереях в Токио, Стокгольме, Чикаго и Вашингтоне. В 1991 году Адриэна Шимотова стала кавалером Французского ордена искусства и литературы, а в 1997 году в Чехии ей была вручена медаль за заслуги первой степени. В 2014 году Адриэна Шимотова скончалась на 88-м году жизни.